всем привет меня зовут тани фельгенгауэр а эта программа в смысле программа про подростков для подростков с подростками ну и для взрослых конечно тоже потому что отсоедить это тема бесконечная но в последние наверное даже десятилетия с появлением невероятных технических приспособлений интернета вот это вот скорость разрыва между поколениями она увеличивается уже мне кажется даже не в разы а в десятки раз мы не успеваем затем что что меняется и мы зачастую не понимаем что интересует подростков что их волнует я надеюсь что программа в смысле поможет как-то заполнить вот эти лакуны и понять все таки что сейчас в голове у молодежи что их волнует что их беспокоит и насколько сильно их бесят взрослые я буду видимо самым взрослым человеком в нашей программе моя соведущая ева оставьте его привет его будет выполнять роль человека который будет меня каждый раз прибивать и говорить что за старушачьи шутки ну и давай поприветствуем наших сегодняшних гостей григорий чернозатонский здравствуйте григорий анастасия терехова настя привет настя на самом деле является таким застрельщиком нашей сегодняшней темы мы хотим поговорить про инстаграм жизнь в инстаграме вне инстаграма и настя как раз и представит нам свой взгляд на эту проблему привет меня зовут настя мне 16 лет и я хочу рассказать про свою инстажизм началось с того что в 2015 году я открыл для себя инстаграм но так как друзей меня было немного я подписалась на всех блогеров которых смотрела это тоже очень долгое время хотя я подписывалась на людей которые мне правда нравятся и которые меня вдохновляют которые что-то создают но это начало мне мешать я заметил что я не высыпаюсь я не общаюсь с родителями с друзьями потому что все время я просто сижу в телефоне у меня это начало раздражать и по углу не от этого избавиться слова моей мамы она мне сказала что я ведомая я сказала что нет это неправда но в глубине души я поняла что это такое но и есть у меня не было мнение своего я просто была тем что смотрю пятом классе я решил встречать 3 хотя я не знал что это такое я просто посмотрел известного блогера и решил что ну да то что мне нужно сейчас я понимаю что это глупо было но это я понимаю а вот многие мои сверстники мне кажется не понимает этого потому что сейчас свободы слова в интернете все что-то говорят какую-то точку зрения доносят а как понять какая правильная невозможно ты становишься тем что ты смотришь и меня это волнует я бы хотела обсудить это спасибо настя но давайте же обсудим тогда инста жизнь которая нас окружает и возможно у меня какие-то превратные вообще представления о том как сильно подростки зависимы или независимы от инстаграма гриш скажи ты как с инстаграмом есть у тебя какие-то зависимости конечно но я как бы много сижу в инстаграме но сами ничего не выкладываю потому что ну я просто не понимаю что выкладывать потому что там сидишь ну потому что это хороший способ следить за тем что происходит вокруг тебя следить за тем что делают твои друзья 5 10 где они на и скажи для тебя инстаграма это способ получения информации как для гриши или это такой способ подсмотреть за кем-то как бы тогда я просто просто смотрел а сейчас это для меня место где работаю и место в котором я просто смотрю мемы меня нет такого что я обязана должна идти обязательно должна идти в инстаграм там три раза в день все проверить нет если мне нечем заняться я зайду полистаю и сверну и выложу пост по работе и все у нас в студии тоже есть и зрители участники поэтому я надеюсь что вы как-то тоже прокомментируете поделитесь своими мыслями матвей я вижу у тебя да есть реплика давай да в общем в моем окружении к сожалению очень много людей которые прям сильно зависим от инстаграма я к таким себя не отношу потому что там фактически не сижу но я считаю что каждый в инстаграме занимается чем-то своим кому для кого-то да это смотреть на друзей что они там делают но я вот волей судьбы очень часто расстаюсь с людьми и и да вот инстаграм это прекрасное место для того чтобы понять там жив они как у них там дела но с другой стороны это можно это может перерасти в слежку за кем-то то есть фанатизм или что-то такое да конечно я просто не ехала пока на съемки думала про вот этот про новый способ социализации потому что вот зачем придумали истории в инстаграме ты как бы на них смотришь но ты же можешь на них не отвечать не отвечать но смысл в том что просто для того чтобы выложить ее то есть не факт что все люди которые их смотрят они правда читают что ты делаешь ты просто выложил фотку чтобы там кто-то увидел или никто то чтобы просто запомнилось то есть это как правда новый способ общения не факт что на нее откликнуться например но дожди какое же это общение если ты изначально себя программируешь на то что не факт что кто-то отреагирует ну то есть это как зеркалом поговорить ну да я тоже вот меня вот значит тему были размышления я просто подумала что это просто как новый способ в принципе общаться ты думаешь что это какой-то новый способ самоутверждения потому что вот я часто сама просматриваю истории и вижу вот допустим некоторые мои друзья выкладывают истории того что просто смотри чуваки как круто провожу свое время типа может даже давайте с нами гулять вот а есть такая фишка то что некоторые люди выставляют истории что показать посмотреть как я круто живу и так далее ну разве это не способ самоутверждения истории лично для меня это какой-то способ самоутверждения потому что когда выкладываю истории я сразу подразумеваю то что увидеть наверное того человека чтобы какой-то определенный человек это увидел такой блин господи почему она так сейчас хорошо себя чувствует ну и такое может быть ну опять же это новый способ общения ты же все равно не факт что человек тебе ответит он уже увидит эту историю я считаю что инстаграм и в том числе истории как вы упоминали это в том числе и просто определенный способ в новый для самолюбования и многие пользователи сейчас именно для этого используют просто чтобы лишний раз показать себя с какой-то лучшей стороны и даже неважно является ли это правда или нет матвей хочешь возразить я не хочу возразить я хочу отчасти согласиться в моей ленте историй очень часто встречаются фотографии аля пол лица и стена то есть я просто же я смотрю у вас у всех есть такие друзья которые выкладывают пол лица и стену мое мнение то что люди которые снимают пол лица но просто у меня есть такая знакомая которая постоянно это делает это люди очень одинокие на самом деле и они просто того что им нечего делать из-за того что не хотят хоть как-то обратить на себя внимание они выкладывают свое лицо потому что они себя во первых это закомплексованные люди потому что закомплексованные люди не будут полностью фоткать лицо вот потому что они думают что они стрёмные значит одна эта страна, если он у меня вышел, значит, буду фоткаться так, поэтому... Обратите внимание... Что ты, я сейчас уйду плакать? Не надо. Обратите внимание, возможно, этого человека, поговорили с ним. Возможно, мы просто очень грустненько. И он ждет тебя. Давайте прямо после передачи мы пойдем к этому человеку. Есть еще обратная сторона, которая тоже такой бич. Когда у человека серьезно, у меня есть такие друзья, которые могут 50, и сколько там, 26 историй снять вот за 24 часа. Это я. Кто сидит выше тебя. Иногда они бывают информативные или полезные, если это какое-то крутое мероприятие или концерт. А иногда это вот 26 фоток в пол лица. Вот тут стена, вот тут холодильник и мои пол лица. Посмотреть, может быть, она фотка сначала права, потом левую садится. Да, это просто пазл. Я эту тему хотела другому сказать, но есть иный прекрасный человек, блогер, который очень редко выкладывает историю, но очень часто выкладывает одно и то же видео, где он говорит, я буду выкладывать это видео каждый раз, когда я не буду знать, что постить. И просто выкладывают, может, по пять раз, может, перевернутая, может, черно-белая, и все остальное. Про самолюбование. Я знаю людей, и это мои достаточно близкие друзья, которые очень закомплексованные и не могут, например, фотографироваться, но им это не нравится, они хотят это исправить. У меня есть друг, который действительно завел себе Инстаграм, чтобы выкладывать свое лицо и радоваться этому. Я сама за собой знаю, что если мне нравится, как я выгляжу, да, я могу залить пять фоток подряд того, как я выгляжу, и мне будет от этого хорошо, потому что, ну, мне нравится, как я выгляжу, люди видят, что я хорошо выгляжу, и всем хорошо, и всем круто. Да, это самолюбование, но это же неплохо. Ну, как бы, в этом ничего плохого нету. Я таким образом тоже могу сбавляться от комплексов, например. И я считаю, что это реально, как бы, круто и классно. Никто не спорит, наверное, с тем, что это неплохо, если ты это можешь использовать как некое самоутверждение. Меня-то беспокоит другое, и то, что я тоже за собой замечаю, что в какой-то момент вот это выкладывание чего-то... Гриша, не знаю, так как ты сам ничего не выкладываешь, наверное, тебе это не очень проблема близка. Но вот это ощущение, что если не зафиксирован момент, и он не выложен в Инстаграм, с тобой этого как бы и не случилось. Но вот ничего с тобой не произошло. Давай. Давайте все-таки я хочу вернуться к теме самолюбования. Действительно, я согласен, что многие люди выкладывают свои фотографии, чтобы как-то самоутвердиться, чтобы как-то показать другим людям, чтобы другие люди тоже на это посмотрели, как-то отреагировали. Может быть, положительно, может быть, отрицательно. Но мне кажется, самое главное, если человек выкладывает свои фотографии, чтобы это не было слишком назойливым. Потому что, к сожалению, у меня есть такие знакомые, которые каждый день выкладывают по 30 фотографий, по, не знаю, по 25-30 историй. И просто я листаю ленту, у меня там одни и те же фотографии. Думаю, господи, насколько же можно? Извините, вспомнила комедий-клаб. Я встала, сфоткалась, а в клубе, в клубе, в клубе, в клубе, в клубе, в клубе. Не, ну, мне кажется, это вот как раз то, о чем я говорю, что у человека ощущение возникает, что нет вокруг него реальности, если он не выложил и не отразил это в Инстаграме свое. Ну, это уже зависит. Вот. Можно я добавлю кое-что быстрее? Сейчас, давай. Прикол в том, что, допустим, я тоже могу из одного места выложить пять фотографий. Но есть одно отличие. Они будут с разными цветами, с разных фокусов, с разным лицом, может быть. Но это может быть из одного места, но выглядит по-разному. Так что тоже это... Не, не, чувак, это все то же самое. Ты тоже зависима от этого. Не, ну, на самом деле я фотки выставляю где-то раз в две недели, раз в месяц. Просто есть какое-то крутое место и так далее, да. Ничего себе. Вот ты, кремень. Зато я каждый день трансляции видела. Не важно, что конкретно ты выкладываешь. Просто вот ребята из более таких интеллигентных компаний, ну, например, в моей, как бы, компании, очень важно все время показать, что ты движешься, что ты в движении, что ты, как бы, не сидишь на одном месте, а что, ну, везде происходят какие-то движухи. Ты должен показывать, что ты, как бы, ну, активный, и поэтому ты, как бы, интересный, если очень сильно утрировать все. Наоборот, мне кажется, если сильно упрощать. Да, да, да. То есть вот если упростить, то ты таким образом демонстрируешь, что ты, у тебя все интересно, ты развиваешься, и вот доказательства этого смотрите у меня в Инстаграме и в сторис. Да, просто мне кажется, сами посты уже, ну, как бы, какое-то время перестали играть. Вот в сторис, как раз, наоборот, они стали более, мне кажется, такой центровой вещью, а посты уже сильно более, мне кажется, меньше. Согласитесь с тем, что сторис больше как-то, да, заходит, чем посты? Это очень короткий контент, я это говорила в ролике, вы вставили, что это очень короткий контент, и его очень много. То есть тебе могут даже есть по ушам очень часто, но ты даже не заметишь этого, потому что ты просто творишь истории. Ну, по поводу того, что можно быть навязчивым, и для кого-то это такая психологическая разгрузка, вот ты как наблюдатель, а не пользователь такой, не выкладыватель картинок, у тебя же вообще должно быть постоянное ощущение, что ты очень сильно и плотно окружен людьми, которые выкладывают постоянно фотографии. Мне кажется, что вот, если честно, что я думаю начать с Инстаграма, то, что на самом деле это та платформа, с которой, мне кажется, нужно в будущем себя связывать, не в плане того, что вот там нужно быть интернет-зависимым или как-то это. Интернет-зависимое вообще слово популярное только у людей, я не знаю, у поколения СССР, потому что, мне кажется, это в целом какая-то, ну... Гранд-эдит. Я не знаю, ну... Выйди и зайди как положено. Мне просто кажется, что это интернет-зависимый, я, если честно, как бы не сильно верю в интернет-зависимость, потому что это то же самое, что зависимость от общения. А, нет, я могу сказать, что интернет-зависимость, она есть, потому что... Ну, вот, допустим, сидит компания, да, вот подростков, взрослых людей и так далее. Обратите внимание, я считаю то, что люди, которые не интернет-зависимые, они будут сидеть, общаться друг с другом, играть какие-то в настолочки, не знаю, развлекаться, может быть, даже немножечко выпивать. А люди, которые интернет-зависимые, они будут сидеть весь вечер вот так. Или нет? нет бывает такое что ты даже машинально ты не замечаешь а я вот я за собой это замечаю что я такая сижу разговаривать с людьми такая что там зачем я это делаю я тоже не могу себя назвать интернет-зависимой потому что я просто могу сидеть как бы общаться и как бы без телефона не нормально вот пока мы с вами общались до эфира мы все нормальные никто не лез в телефон я бы хотела сказать что когда люди в компаниях начинают сесть телефоне чаще всего это от того что они не знают куда себя деть они не знают как влиться в диалог или куда деть свои глаза куда деть свои руки ну то есть я часто делаю так в приобщении с людьми с которыми некомфортно которыми чувствую себя не в своей тарелке у меня есть знакомая которая она в любой компании даже если будь она интересна она будет сидеть в инстаграме или вконтакте и продолжать общаться она будет сидеть вот так а да блин крутая история а чё там дальше просто я не услышала просто только что пост выкладывала о том как ты ешь я такая на самом деле тот же инстаграм может быть таким инструментом хоть как-то с бизнеса в том смысле отличная тусовка давайте сделаем коллективное селфи нет да может быть дурацкий дурацкий пример нет если выложу фотку у всех спрошу инстаграм выложу к себе в историю отмечу всех а потом там вечером зайду посмотрю кого я отметила можно вот типа вот такого плане у меня извините старперское такое рассуждение в том смысле что у меня на тусовочках всегда 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 есть несколько человек которые подходят и ко всем со всеми делают селфи это глупо и прям вечер не вечер если потом это все еще выкладывается и надо сказать что не все довольны все-таки ваши тусовочки там такое количество известных людей что мне кажется много сел потому что в моей компании инстаграмов нету фактически наверное ни у кого как и в принципе телефонов чем же мы общаемся и наверное наверное мне просто действительно повезло потому что своих компаниях но я не и реально не вижу такой проблемы ну то есть да иногда бывает что он как-то собираемся с людьми у которых внезапно оказываются инстаграм и тогда там может появиться энное количество stories о том как мы тусим но это как происходит мы общаемся все немножко терят концентрацию внимания и так а давайте-ка запишем что-нибудь и начинать и это даже скорее такой полушуточный формат получается но в основном у меня реально никто не сидит в телефонах и вообще такой проблемы не возникает какие вы классные все знаете тут еще возникает одна проблема мы в компании часто когда гуляем есть у нас есть такие определенные люди которые а тут надо нас всех сфоткать тут и возникает вопрос что кто-то не хочет да и тут мне почему-то сразу в голову пришла такая мысль что не знаю как у ваших у моих знакомых некоторые прям заражены идеи как-то опозорить не специально там глупо подшутить над кем-то в инстаграме о смотрите какая у него кривая фотка дай-ка я выложу и сделаю к ней смешную подпись или там не знаю ой вот он упал я заснял хоп выложу соберу миллион лайков и все такое и ну то есть и это такая она потенциально конфликта давайте сейчас все по очереди насти давай надо на собой уметь смеяться ну типа если человеком зачем тогда ты общаешься с человеком который делает я я могу смеяться с собой например ты вопрос чем сейчас людьми которые тебя таким образом задевают сейчас матвей мы сейчас все по очереди прокомментируем ты хорош темы вбросил не знаю вот лично моей компании тоже есть такая фишка короче у меня один раз друг заснял как я отлично так прям шикарно навернулась но в конце видео было другое в следующий как бы там история разделяется по 15 секунд следующий фрагмент я стою на корточках и ржу в парке горького то есть понимаете тоже такой момент если ты умеешь посмеяться над своим фэйлом ты молодец а если человек не умеет над собой смеяться не выставляя его это уже не способом ты ему спросишь чувак кстати как у тебя самоироний нет нет просто ты не от 0 до 10 мне просто кажется когда ты уже человеком общаешься должен хорошо его знать это я что такое когда выставляют выставляет людей которым это будет обидно но я в более чем в этом уверена факт в том что происходит лично у меня так когда люди обижаются и серьезно и мы мы над этим остальной компанией все угораем что люди могут поссориться из-за этого можно просто просить можно ли мне кажется нет мне то чтобы если у вас компания странная компания мы странная компания давайте за моим взаимоотношения внутри нормального просто вот подхожь даже можно я выложу тогда типа и все мне просто кажется что вот даже не вопрос самого инстаграма но это вопрос еще и какого-то личного внутреннего цензурирования в плане того что когда ты не умеешь посмеяться над собой или другими и люди начинают на это реагировать и даже если ты пишешь что-то например ну оскорбительное по факту но мне кажется как бы интернет для этого и создан то чтобы быть свободной площадкой где не нужно воспринимать большинство того что происходит всерьез и когда люди воспринимают это всерьез это как раз и порождает вот как бы мне кажется какие-то неправильные когда люди не воспринимают это всерьез это уже не может быть нормальным объектом социализации ну типа если там все смеются и иронизируют послушай вот конечно можно долго делать вид что мы смеемся иронизируем но если под может быть не самой удачной фотографии собирается какая-то толпа хейтеров и начинает комментировать и говорить фу какое уродство мне кажется это не то чтобы социализация прям таки очень серьезный удар по психике вот это уже с психикой проблема но типа если тебе не нравится твой фото где у тебя вот такой нос то это твои проблемы у тебя всегда такой нос просто вот проблема ходишь таким носом по жизни почему ты выложил эту фотографию не для того чтобы пришли какие-то люди на дали фотку и забей почему ты должен идти на поводу у людей которые приходят в инстаграм и людей которые пишут себе гадости и все это значит это твоя личная проблема вот это я никогда не понимал я как бы не буду я не знаю можно ли это сейчас говорить или нельзя или есть у нас какие-то как бы рамки просто сказать что вот например мне много раз писали например они в инстаграме вконтакте какие-то оскорбительные вещи на тему ну каких-то моей национальности или чего-то в этом роде ну потому что я как бы выкладываю там что хожу синагогу 5 10 все в этом роде и мне просто кажется что это абсолютный бред обижаться на этих людей или вот например инстаграм последнее время стал вообще типа удалять до удалять странички тех людей которые пишут что-то оскорбительное мне кажется это та же самая абсолютная стопроцентная стопроцентная цензура потому что я кажется пока нет призыва к какому-то действию все что угодно имеет право существовать мне кажется что основная вот тема и основное качество которое должно быть и пользователей инстаграма и в том числе вообще у людей которые как-то социализируют это лояльность то есть лояльность ко всему что тебе говорят лояльность ко всему что ты должен говорить и не воспринимать все очень близко к сердцу и не проектировать это все на свой счет поверьте и я сталкиваюсь с тем что огромное количество незнакомых мне людей начинают писать обсуждать там и мою внешность и тоже и мою национальность и место работы и все что угодно я считаю что ну вариант у меня такой я их блокирую потому что это мой аккаунт я его контролирую и можно добавить лично я вот с таким поступает как я начинаю тупо над ними дико угорать я захожу скорее всего на их аккаунта такая господи да ты себя-то видел и начинаем просто реально с этого ха ха ловить но потому что мы говорим о свободе слова в интернете я говорила и делишь сказал если блокировать людей которые тебя обсирают можно спросить их почему-то так решили да не слабость мне кажется а если ты не так же что я зайду к нему и напишу я его не оскорбляю я над ним угараю а если он угорают фу блин вот тебя волос короткий тату фукать ты мерзкая напишу типа блин мальчик господи родители в детстве били раз ты мне пишешь гадость я не вижу разница между тем что напишет что типа там ты некрасивая ответишь тебя типа родители били но мне кажется я лучше бы услышал что я урод чем то что меня колотила там мама в детстве сковородкой я не знаю но это еще более жестоко не как бы ну тогда я все это время хочу сказать что не у каждого человека есть ресурс бороться игнорировать как-то вот как-то относиться к этим людям потому что это естественно и нормально когда тебя оскорбляют оскорбляться в этом ну это же нормально ну да оскорбился заблокировал и забыл не у всех есть на это ресурсы просто считаю что если это кому-то смысле и есть помощь тебе развиться как личности нет я думаю я думаю что это и есть как бы реально на плане того что ты научишься не обижаться на это со временем и если не умеешь относиться к чему-то с иронией пардон что не даю сказать то если не умеешь относиться то мне кажется тебе будет сложнее жить я я думаю гриш что здесь ты рассуждаешь с позиции сильного да то есть ты знаешь что у тебя и вот так вывода тренированная реакция но кого-то вот такие комментарии под instagram фотками и прочее прочее они не закалят они наоборот доломают человека и все то что он попытался в себе как-то воспитать и там не знаю утвердить наоборот все зачахнет это будет опять звучать это будет опять звучать как какая-то фраза из преступления наказания но мне кажется это и есть какой-то определенный естественный отбор в плане того что да ну слава богу кто-то меня поддерживает я хочу добавить про то что но если ты не можешь справиться с этим но типа это твои проблемы иди полечись а если у тебя если тебя задевают то что написали под фото что ты дурак подожди подожди и сейчас я боюсь потерять мысль про то что я ее потерял хорошо я сейчас вспомню про то что это твои проблемы и про то что это естественный отбор это важно а вот вспомнила всякие известные люди такие пишут себя когда они стали популярными и не такого не зависящими раньше меня обстирали в интернете и меня задевали комментарии но меня это воспитала абсолютно каждый так говорит абсолютно каждый я не вижу ни одного человека который такой меня обстирали я всех заблокировала мне стало жить хорошо да я тебя умоляю не сделают вид ты им веришь ну нет но у меня не только проблемы не знаю лично у меня есть знакомая которая она один раз ну просто это моя бывшая одноклассница она себе вскрыла вены на фоне того что она начала выкладывать фотки своего лица она очень пухленько у нее дефекты кожи и она просто ну реально вскрылась типа но это проблемы разве интернета да это проблемой нет стоп стоп погодите это правда не стоп а если у вас ее решить заблокировать интернет нет есть люди психологически не уравновешен не надо я считаю то что ты не зашку человек велись вот эти девочки которые вставляют что у меня есть проблема но мне заставило это жить намного лучше это уже девушки которые изначально с чсв я вы поняли сейчас я вижу новых участников разговора давай касательно травли хочу добавить у меня в школе есть одноклассник которого наоборот травят в жизни и то есть он может там пройти по кому-нибудь около какого-нибудь кабинета ему могут сказать то что вот ты урод вот ты жирный и его это доводит до слез и наоборот инстаграм это такая площадка которая ему помогает справиться с уверенностью себе то есть он выкладывает фотографии он выкладывает видео может быть даже они вот какие-то может быть тупые но все равно ему это помогает это видно то есть они он нашел определенную аудиторию которая ему помогает с этим справиться и я считаю то что это очень хорошо даже ну если в жизни у тебя такие проблемы с травлю то в инстаграме или в какой-то другой соцсети ты можешь спокойно найти свою аудиторию которая тебя будет поддерживать и которая всегда найдет себе единомышленника вы знаете я когда готовилась к этой программе я еще поговорила по скайпу с девочкой из америки потому что было очень интересно насколько там это вообще инста жизнь распространенная нераспространенная там важно не важно и она рассказала что у них вообще серьезная проблема с лукизмом то есть даниэла рассказала историю своего класса где есть какое-то количество значит девочек которые там задают тренды и вот если ты не выглядишь так же как они то реально они могут там с тобой перестать общаться мы можем послушать что она нам рассказывает одежду у нас это вообще это считает иногда мне кажется что одежда у нас классе считает что как-то это лучше всего остального что мне кажется далеко не правда произошло несколько недель назад такое что у меня одна одноклассница которая со мной сидела за одним столом она меня забила в туалет и она просто вдруг начала кинтиковать мою обувь она сказала что сначала она сказала что я всегда ношу одно и тоже а потом она начала говорить что кроссовки мои которые я ношу это бренд для совсем детей при этом она говорит что у нее там есть какие-то бренды крутые всякие у некоторых может быть родители которые говорят ой ты чтобы быть красивой тебе надо надеть какие-то кроссовки может быть в интернете правда смотрят классе пытается подражать какие-то там модели или что-то типа этого у меня есть друзья которые говорят и вообще в основном это когда-то было проблемой но на данный момент нет это не никак не задевает для нее это не является проблемой хотя я уверена что для кого-то может быть и вот здесь опять же то да что мы сейчас обсуждаем насколько инстаграм может быть там уходом от реальности как в плохую сторону так и в хорошую то есть для кого-то это реально единственное место где у него там есть друзья где он себя чувствует красивым не знаю популярным на самом деле действительно в наше время существует очень много аккаунтов которые ведут самые обычные люди но у них как бы свой такой знаете контингент какая-то своя малая социальная группа где им хорошо то есть они могут заниматься какой-то деятельностью чисто в удовольствие себе они просто делятся этим с другими то есть они показывают как они живут и в принципе все довольны ну если вообще то так и получается но это вот к вопросу о формировании какого-то такого пузыря да это как ну то есть в котором ты прячешься от всех очень важную роль играет именно контингент и ну на самом деле очень много да действительно контингент очень бывает разнообразным я хотела тоже кое-что рассказать на личном опыте я сама как бы до 14 лет была как бы сгоем в школе у меня были проблемы с этим вот и изначально вот до 14 лет во первых у меня начался уже как бы я очень сильно отличалась от других тем что у меня в 11 лет появился пирсинг и синий волос и вдруг ну у меня крышу уже тогда вот и в общем я не я ничего не просто нос просто не вот очень либерально в общем и потом буквально через три года не через два года появилась мода на челкастых может кто-то это вот два знает и вот эта мода на челкастых привела к тому что по школы ходила как я а я уже от этого начала отходить и я сразу вот вот с помощью вот это вот сам у меня появилась какая-то самоуверенность насчет того что у меня я сама себе внушил то что я задала моду хотя задал задал моду интернет я видишь с какой непонимание на моем лице я не поняла вообще о чем-то я к тому что а есть такое что это а это вот это это как эмо как эмо по сути вот самый пост челкасты из-за того что у них вот эти учелочки пирсинге тоннельчики ронетки т.м. это 2007 есть челкасты отдельная группа это люди которые просто такие на моде поэтому есть такая вещь то что есть вот как это называется лукизм лукизм есть в жизни и лукизм есть в инстаграме сколько же похожих профилей в том же инстаграме все девки вот приедете в центр все девушки похожи друг на друга правда но это мода на что с этим сделать просто каждый может жить так как он хочет например да я знаю что есть лукизм есть всякие остальные измы но я например не хочу в это верить ему для меня этого всего не существует я вижу телочек вот на сумме стоит так вот рядом с пакетиком одинаковые фотки у всех я просто такая ха-ха и листаю ну вот у меня подруга в школе была лера то есть и я поставил какую-то установку в голове и по ней живет ну вот у меня подруга была в школе лера вот и лера как раз таки была та девочка которая соблюдала дик инстаграм у нас делал инстаграме часами в контакте у нее не было даже вот и она вот именно ходила в пальтишке это и она постоянно мне говорила про моду то что ефт одеваешься не так фу ефт что сегодня тебя надета блин я с тобой не пойду вместо вот это ходить в итоге с ней перестала общаться потому что поняла что фу блин а не могу с тобой ходить вот ну потому что мне с ней просто неинтересно поняла что не мой контингент что ли здесь вопрос человек поработил его инстаграм нужно помочь почему инстаграм именно от инстаграма у неё все это пошло потому что надо думала завалнуть что фотка если это пошло значит это как-то и и зацепила может быть пошло от instagram и станет постарше перри формируется и и может быть точнее чем-то заниматься чем-то связанными с этим не факт что ведь хотела увидеть стать что мне кажется что да конечно но как бы это плохо что девушка начала судить кого-то только из-за того что он не вписывается в определенные рамки но мне кажется что иногда рамки становится чем-то очень полезным я имею что давайте признаем, что есть объективно как бы давно выстроенные рамки того, что красиво, что некрасиво. Например? Ну, окей, нет, сейчас все будут говорить. Тонкий лед, Гриша. Окей, ладно, смотрите, сейчас все начнут меня проклинать, но я скажу, как я считаю, это мое мнение. Мне кажется, что, например, типа, человек, которого нет внутренних, которого нет генетических проблем, который толстый, например, потому что он очень много ест, и человек, который, например, заботится в своем теле, ходит там, я не знаю, занимается фитнесом, он, ну, давайте признаем, что он выглядит лучше. Я не говорю, что он лучше его как человек, но он выглядит лучше. Это факт. Каким макаром тебя-то и касается. А давайте не будем, пожалуйста, обсуждать всякие вещи. Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Нет, смотрите, мы сейчас давайте вернемся все-таки к инстажизне, потому что это, опять же, вопрос быть или казаться. Нет, это связано с инстаграмом очень хорошо, но давайте это как-нибудь в другой раз. Ну, в смысле, окей, хорошо. Еще раз, меня-то интересует вопрос, насколько реальная жизнь вообще отражена в инстаграме, потому что я знаю огромное количество людей, которые в своих аккаунтах выглядят невероятно красивыми, подтянутыми, успешными, всегда такими good-looking и прочее, и очень счастливыми, сколько при этом. Но я прекрасно знаю, как они живут на самом деле, и я знаю, что они не такие красивые, не такие нарядные. Может быть, это кому-то поднимает настроение, например, тебе плохо, но ты выложил фотку где-то такой счастливый и радостный, ее паралайкали, написали, блин, какой ты заечка, и ты такой, ммм, класс. Ну, типа, может быть, тебе стало лучше. Ты знаешь, что это неправда? Ну, может быть, кому-то, ну, тогда я не понимаю, с чем люди это делают. Некоторые парочки тоже выкладывают фотографии всякие в инстаграм, типа, ммм, любовь, а на самом деле там много ссор, например. Давай, Матвей, потом наверх передавай микрофон. Да, я на самом деле хотела сказать, что не могу сказать, что про всех людей так, что, но в основном своем, если это не какие-то медийные личности, которые, ну, это прямо нужно, люди, которые каждые два часа постят новую фотографию в инстаграм, им явно больше нечем заняться. Ну, я вот, правда, так считаю. Потому что если у тебя есть много интересных друзей, вы много чем интересным занимаетесь, и ты как-то двигаешься и делаешь что-то помимо листания и выкладывания, как-то мысли надо закончить, но я думаю, вы меня поняли. Вот, Гриш, как раз рассказал, что инстаграм — это способ показать, что ты развиваешься, двигаешься вперед и занимаешься чем-то интересным. Я просто ехал. Но все инстаграм так не используют. Опять же, в моем окружении есть куча людей, которые, ну, никак не меняются, просто делают что-то одинаковое от зависимости. Понятно. Гриш, ты ответишь? Я хотел добавить еще, что, возможно, в какой-то степени эти люди, они могут быть одиноки, потому что им просто нечем заняться, поэтому они листают что-то, выкладывают постоянно. То есть им просто нечего делать. А, конечно же, есть люди, которые отличаются, которые ищут время на то, чтобы, там, встретиться с друзьями, также пообщаться с ними вживую. То есть им кажется, этот способ общения намного лучше. Ну вот, я, в частности, отношусь к такими людьми. А, можно задать вопрос всем? Да, давай. Вот, мне интересно, а тут есть люди, у которых, допустим, есть какое-то хобби или крутое увлечение, которые просто именно выставляют, чтобы показать, типа, смотрите, типа, мне это дико нравится и так далее. Да, давайте поднимем, у кого такие есть хобби. Ну, Лиха, у меня тоже есть вот такое хобби. Я занимаюсь музыкой самостоятельно, я самоучка. Я играю на бас-гитаре в группе и также просто делаю биты. То есть, ну как, есть очень много людей, которые непопулярны, но они делают музыку чисто для себя. Они ищут какое-то вдохновение в этом. Ну, допустим, мне был бы такой Инстаграм гораздо интереснее смотреть, нежели просто фоточки. У меня, таким образом, именно благодаря Инстаграму, у меня очень много знакомых, потому что совершенно рандомные люди находят меня, мы с ними списываемся на английском языке и, ну, как бы находим какой-то общий язык. Они покупают у меня продукцию, таким образом платят мне деньги, то есть я могу как бы немного на этом зарабатывать, но также я могу посвящать этому свое свободное время, потому что это то, что мне нравится, это то, что меня как бы вдохновляет. И когда я выставляю в свой профиль публикацию с очередным битом или просто показываю, что у меня получается, как бы я просто хочу поделиться с моей небольшой такой аудиторией тем, что вот у меня получается в данный момент. То есть я кайфую как бы от этого сам. Ну вот, микрофон выше еще, передавай. Я хочу сказать об обратной стороне Инстаграма. Наверное, все знают таких красивых девочек, которые публикуют фотографии из каких-то дорогих ресторанов, из каких-то популярных мест. Везде пишут, вот я такая классная, посмотрите на меня, выставляют фотографии своего тела, но никто не знает обратную сторону этих фотографий, когда у девочек эти большие проблемы с родными. Их просто гнобят в семьях, их не уважают, их друзья. И просто они в Инстаграме публикуют как бы то, что они имеют и ищут в этом поддержку. Они ищут таких же людей по таким же интересам. И когда они находят таких единомышленников, им становится как-то легче. Пока микрофон передается, хотела дополнить про улыбчивые фоточки. Можешь просто немножко отбринуться? Хорошо. Про то, что ты можешь визуализировать жизнь, которую, например, ты хочешь получить. Ну, это, конечно, глупо, но, возможно, это правда работает. Когда ты о чем-то постоянно думаешь, например, ты захочешь в свой Инстаграм и сам видишь, что, блин, я такой счастливый тут, может быть, все-таки я по-настоящему буду улыбаться, или буду худой, или буду с красивым лицом. И таким образом ты как бы визуализируешь свою идеальную жизнь через Инстаграм. Возможно, пока что это неправда, а потом как-нибудь это сложится. Может, я быстро добавлю кое-что? Ну, не знаю, вот лично у меня Инстаграм ведется очень давно. И я частенько пролистываю свои фотки и смотрю, как я меняюсь. Я это воспринимаю как, блин, так интересно реально. Ты каждый год, ну, все равно человек визуально меняется, или какие-то увлечения его. И я вот часто, вот, может, у вас тоже такое было? Два года назад смотришь свои переписки или фотографии, ты такой... Почему так? И только друг Матвея по-прежнему пол лица истинная. Вот уже восемь лет. Ты наконец-то решил поучаствовать в нашем разговоре. Ура! Я хотел вернуться к теме хобби. Вот сейчас довольно популярная тема. Это сложившийся стереотип грубости и наглости футбольных фанатов. Да, допустим, дерутся, да. Перейдите на микрофон, пожалуйста. Стоп. Только не по футболу. У нас свободная страна. У меня сосед. Все время только футбол до футбол. Так, очень коротко, как относится к инстаграму? К инстаграму это относится напрямую. Выкладывая фотографии и видео из этого контингента, можно показать, что на самом деле это не такие люди. Вот да, вот то, что он говорит, забей его там, драки, да, это не футбольные фанаты. Это маленькие школьники, которые бегают по лесу и дерутся. За кого гоняешься? Ну, подожди, смотри. На самом деле, в любом случае, инстаграм и то, что ты... То, что ты выкладываешь, это манипуляция. Потому что ты... Я выкладываю, допустим, видео из вот этого круга, да? Правдивое видео, не постанова. Просто там видно, что эти люди не такие, какими их считают. Ну, для тебя это что? Способ донести то, как это выглядит на самом деле. Да, и люди это понимают. Я уверена, что для каждого из вас инстаграм — это инструмент, чтобы общаться, чтобы ставить себе какие-то цели, чтобы зарабатывать деньги, чтобы искать какие-то новые знакомства, чтобы самоутверждаться, чтобы хорошо выглядеть, не знаю. Или просто для того, чтобы за кем-то наблюдать, если сам не хочешь ничего показывать. И это такая коммуникация меня больше тревожит. И я каждый раз возвращаюсь к этому. Меня больше тревожит вопрос, насколько вы можете понять, это реальность или это выдумка? Вас заставляют в это поверить, что вот человек такой или нет? Нет, у меня, например, просто огромное количество друзей, которые из очень-очень-очень таких интеллигентных семей, и которые нас, типа, ведут себя абсолютно по-другому в жизни, а в инстаграме выкладывают, как они стоят, вайкон. Здесь у него, типа, одна бутылка шампанского, я не знаю, вдова клико. Он, типа, носит версачи, весь на людом понте. Ну, потому что он попал в такую компанию. Потому что изначально ему было скучно, типа, трюсить с друзьями, типа, с детьми друзей своих родителей, которые только обсуждают Жан-Поль Сарт в трошноту. И тебе хочется поучаствовать в чем-то таком реально крутом. А тебе хочется поговорить о Керуаке, понятно? Пятый, десятый, что-нибудь такое. Нет, все, уже все, иссяклись. Уже все, да. Но все же вопрос использования инстаграма для создания некой иллюзии, кем ты являешься, такая, мне кажется, штука довольно опасная. Но это плохо, да. Ну, это способ, ну, сама себе противоречит, но я не могу, как бы, понять сути, к чему мы должны прийти в итоге. Мы не к чему не должны прийти, на самом деле. Мы просто должны понять, зачем мы это все используем и насколько этому можно верить. Потому что, когда человек, ну, зациклен на картинке... Ну, это плохо быть зацикленным на картинке, это правильно, что, ну, мы все прекрасно понимаем, что это неправда. Просто зачем, ну, типа, нужно просто как-то про это говорить, про то, что инстаграм, он просто для того, чтобы ты зашел и посмотрел на красивые картинки. Не для того, чтобы ты... Ты же не зашел посмотреть, как живет Маша. Маша не выложит фотку, что она плачет, если у нее все плохо. Она выложит фотку, где она смеется. Выложит. Ну, иначе Маша странная. Нет, нет, подождите, сейчас у нас две минутки просто осталось. Мне кажется, важным понимать, что для многих инстаграм это способ решения каких-то проблем внутренних, неуверенности или еще чего-то. А многих инстаграм обманывает, но это не нерешимая проблема, и мне кажется, что, ну, как бы мало кто... Нет, в смысле, обманывает. Если обманывает, ты дурачок, а если, ну... Ну, окей, но ты можешь это преодолеть, ты вырастешь и поймешь, что ты дурачок. Да, то есть это не то, что... Мне кажется, проблема в инстаграм больше в том, что люди не фильтруют информацию. Да, именно я отказываюсь. А не в том, что это обман. Ну, типа, что вот я сама по себе сижу, ну, нет, просто сейчас, когда все вокруг все говорят... Все всякие разные движения, я имею в виду, там, феминизм и прочее, остальное, пока не буду все это затрагивать, это все рассказывается с разных сторон, и это очень агрессивно подается, и ты просто не можешь фильтровать это. И поэтому вот эта проблема инстаграма в том, что это очень простая платформа, чтобы доносить информацию, потому что она легкая. Ты просто листаешь, восстановился, почитал, а фильтровать ее сложно. Вот в этом проблема. Ну, не знаю, как бы, я просто как раз-таки в основном подписана на русскую фем-комьюнити, вот, и... Пиксель-пиксель, типа? Нет, 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 другую часть, другую часть русского фем-комьюнити. Это уже плохо звучит, но все равно. И... Нет, это хорошо звучит, чувак. Нет, это ужасно. Не тратим время. Давайте не будем... Да, и мне очень нравится, что на самом деле очень хорошо структурируется и очень хорошо подается информация. Я нигде не могу найти более легкоподаваемую и более... Ну, как бы... Вот в этом и проблема, потому что она легко подается и... Обратно в сексизм не существует. Сексизм не существует. Ну, просто любая информация, она может подаваться... Вот именно, что в инстаграме, она легко подается, она легко загладывается, в плане, что ты ее просто прочитал и сразу воспринял. И не факт, что это правда. Я думаю, что про критическое мышление и, в принципе, скепсис по отношению к тому, что вам говорят. А я уверена, что подросткам, взрослые говорят очень много всего. И не все из этого является а. правдой и б. важным. И про критическое мышление нам надо будет поговорить, видимо, отдельно. У каждого есть миллион историй про то, как в уши льют, не пойми что. Вот. Но про инстаграм, мне кажется, понятно, что мы его победим, а не он нас. Матвей. Да, я на самом деле хотел сказать, что вопрос скорее стоит в том, чтобы человек научился грамотно выбирать себе кумиров, грамотно выбирать людей, на которых он подписывается. Не просто, о, у него красивая вот эта фотка, подпишусь на него. А если это какая-то говорящая голова, то, ну, как-то, опять же, включить критическое мышление, свериться с тем, что у тебя в душе и в разуме, они... Понятно. В общем, фильтровать, в общем, не контент, а контент-мейкеров. Проверим, кто на кого подписан. Уберем весь шлак, который захламляет нашу ленту. Поллица и стену оставим, да? Конечно. Хорошо, хорошо, да, это уже мемчик. Да, а вот чуваков, которые 25 одинаковых фотографий выкладывают, их, значит, убираем, да? Так, ну и я подозреваю, что в результате... Жаль, что у нас отобрали телефоны, иначе мы бы, конечно, запилили селфи. А у Матвей, конечно, есть телефон. Хорошо! Мы схитрили. Окей. Давайте тогда, значит, нам нужно селфи у всех, у кого есть телефоны. И будем прощаться. Это была... Давайте, с верхней ступенькой. У вас же есть телефон? Да. Вот, ребята, давайте аккуратно, только, пожалуйста, постарайтесь остаться в живых. 10 секунд у нас на то, чтобы сделать мега-селфи в нашем эфире про инстажизни. Так, все, никто не встает, все садятся обратно на свои места. Так, класс! Спасибо большое! Это был первый выпуск программы «В смысле», который для вас провели Таня Фельгенгауэр и Ева Астафьева. Ева, спасибо тебе большое. Спасибо большое гостям, участникам, зрителям. Я надеюсь, мы увидимся скоро и будем разбираться дальше столько, чем тут предложили. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...